На торжественное открытие пришли десногорцы, неравнодушные к этому командному виду спорта и почетные гости. Открыл соревнование директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. Уважаемые участники соревнований, дорогие гости, оранжевый мяч опять завьется над корзиной баскетбольной. И победит сильнейших. Тема успеха, боевого настроя, переживания тренеров, участия болельщиков. С праздником вас! Чемпионат работников станции России событие неординарное, но проходит впервые. И именно наш город был выбран для проведения такого мероприятия. Это очень почетно и ответственно. Участников и гостей соревнований приветствовал глава города Андрей Шубин. Уверен, что день баскетбола пройдет на самом высоком уровне и останется в памяти у всех присутствующих. Желаю всем участникам соревнований высоких результатов и новых побед. А гостям и зрителям отличного настроения и ярких впечатлений. В 2017 году баскетбол 3 на 3 вошел в программу летних олимпийских игр 2020 года в Токио. Это знаковое событие для любителей игры с оранжевым мячом. Напомним, что в баскетболе 3 на 3 в состав команды входят 4 игрока. Каждый матч продолжается либо 10 минут чистого времени, либо до того момента, как один из соперников наберет 21 очко. Динамика игры позволяет получить быстрый результат команды и игрока в отдельности. В чемпионате концерна приняли участие 6 команд. Представители Смоленской, Нововоронежской, Курской, Калининской, Ленинградской атомных станций и команда центрального аппарата концерна «Росэнергоатом». Всего 35 спортсменов. К большому сожалению, конечно, вот буквально в последний день по техническим причинам не сумел приехать за речной командой, готовилась. Вот, очень хотела приехать Балакова. Может быть, не очень удачное время, август месяц будем корректировать время, но я просто уверен сегодня, и мы с вами наверняка встретимся, что в следующем Кубке 3-3 будет участвовать минимум 9 команд, а центральный проект 10 команд из нашего концерна. И уверен, что мы будем приглашать еще из корпорации другие команды, которые сегодня тоже хотят с нами играть. Для баскетболистов участие в таком масштабном мероприятии стало знаменательным и незабываемым событием, в котором можно испытать свои силы. Они по достоинству оценили и организацию соревнований. Немного волнительное чувство. Мы сохраняем хладнокровный настрой перед играми, стараемся показать свою лучшую игру. Будем биться до последнего, навяжем всем командам конкуренцию. Это глобальное мероприятие. Я надеюсь, что этот турнир станет традиционным, и ежегодно мы будем собираться именно в формате 3х3. Мы имеем здесь отличную базу, две прекрасные площадки. Я с большой радостью принял участие. Просто я восхищен этой площадкой. Я даже завидую белой завистью всем десногорцам, вспоминая свой опыт, как мы играли в спортивных залах, в школах, на улице, на бетонных площадках. И получить такую площадку. Игры проходили по круговой системе и очень активно. Болельщиков в этот день ждал красивый баскетбол. Мощные броски и точные передачи. Конечно, не обошлось без фолов и прессинга. Великолепный дриблинг и владение мячом демонстрировали спортсмены-атомщики. И хотя все они непрофессиональные игроки, зрелище было захватывающее. Десногорц! 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 Мы очень сильно хотим, чтобы Данил Евгеньевич забил очень много голов. Десногорц! Самая лучшая команда. Вот я думаю, что наша Смоленска, АЭС и Десногорск выиграют. Мощная поддержка зрителей помогла нашим спортсменам отыграть достойно. В итоге первое место у команды «Соснового бора». Десногорск, немного уступив, оказался на второй ступеньке в виде стола. Третьими стали баскетболисты из Удома. Также в каждой команде были отмечены лучшие игроки. А самым полезным игроком турнира оказался десногорец Игорь Гладышев. Все они получили призы и памятные подарки от организаторов турнира.